Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя серия видео уроков для начинающих садоводов и огородников. Сегодня я снимала видео о первых посевах ранних моркови на улице. И там я заикнулась, несколько слов сказала о выборе сорта. Но потом я подумала и решила посвятить этому целый видео урок, потому что я побоялась, что те, кто начинают делать это первый раз, они просто-напросто запутаются в этом обилии сортов разнообразии. Я хочу сейчас рассказать о выборе сорта так подробно, чтобы все поняли. Потому что именно от выбора сорта зависит 50% удачных посевов, хороших урожаев, потому что моркови очень разные. Я написала статью, она у меня находится на моей странице, о преимуществах ранних посевов моркови. Все, кто хочет прочитать в Одноклассниках, можете зайти на мою страницу. «Чернова Ольга, город Биск, Алтайский край, 56 лет». И вы там прочитаете, почему нужно сеять именно очень рано морковь. Сейчас быстро пробегусь по всем преимуществам. Во-первых, влажный грунт нам не нужно поливать до самых всходов, а потом еще, может быть, и после всходов. Там большое количество талой воды. Это нам в помощь. Во-вторых, посевы вылезут раньше, чем сорняки. Легче будет пропалывать вот эти всходы, потому что все знают, как тяжело пропалывать морковь. В-третьих, конечно, получаем ранний урожай. Он очень нужен будет, потому что старая морковь уже сейчас у нас кончается, дрябнет. Свежая морковь можно покормить ребенка, можно в блюдо добавить. Все это очень прекрасно. И еще морковь. Такой уникальный овощ, что он нам дает возможность посадить сразу после схода снега. Она морозоустойчивая, выдерживает заморозки минус 5. Ей нужно небольшой вот такой слой, 5-10 сантиметров, чтобы земля была не замерзшая. Внизу будет там лед и промерзшая, а вверху, если будет рыхлая земля, сейте морковь. Она пока полежит, пока там проклюнется, и как раз она пока взойдет, будет уже тепло. Так, теперь про сорта. Вот я сейчас покажу на своем примере. Я сажу два вида. Одну для раннего, другую для хранения. Сортов очень много, но вы, главное, принцип поймете выбора, и вам будет легко выбрать из большого количества в магазине. Они вроде все одинаковые пачки, все, все семена одинаковые. Ну вот смотрите, берем королеву осени. Средне-поздний, высокоурожайный сорт. Так, один из лучших сортов для хранения. Если он предназначен для хранения, да еще средне-поздний, мы отметаем его сразу. Все морковки, на которых написано, позднеспелый, среднеспелый, лучший для хранения, хорошо хранится зимой, нам весной они не нужны. Мы хранить их не будем, потому что ту морковь, которую мы сеем сейчас, она именно для летнего употребления. Нам нужно выбрать сорт, вот я выбираю нантское, но вы выберите себе любой, на которых написано, скороспелый сорт подходит для ранневесеннего и подзимнего посева. Вот это наш вариант. Мы хранить его не будем, ну тут написано для непродолжительного зимнего хранения. Но весной обычно вот в такие сроки, в ранние, садят небольшое количество, и оно все уходит или в еду, или потом в заготовки. Некоторые заготовки начинаем делать очень рано, и морковь туда уйдет, например, борщевые всякие заправки там. Вот если он скороспелый, если он написано, что для ранневесеннего и подзимнего посева, это подходит любой сорт, именно ранний. Потому что вот эту морковку мы будем ждать очень поздно, и никакой разницы почти вы не почувствуете. Это посеет раньше. Хранить ее долго выращивать не стоит. Вот как только появился, она окрасилась в свой оранжевый цвет, который, как сказать, характерен для моркови. Все употребляйте. Не обязательно даже ждать, чтобы она была как товарная зрелость, чтобы полностью корнеплод был. Можно средних размеров уже рвать. И оставлять, еще раз говорю, ее на осень и на зиму не стоит. Она переспеет, будет невкусная, обрастет своими этими корешками. Все. Вот, надеюсь, выбор сорта всем понятен. Которые позднестелы и которые прекрасные сорта для хранения, мы не выбираем. Они нам весной не нужны. Весной нужны только скороспелые. Нам нужно как можно скорее получить урожай. Весенние посевы тем и хороши, что не нужно выбирать отдельную грядку для посева моркови. Вы можете просто где-то, вот как я сажу, по краям грядок луковых. Вот я посадила по краям луковых грядок. Морковь защищена запахом лука, потому что вот эта морковная муха, которая на нее нападает, она боится запах лука. Я еще раз извиняюсь, в статье написала, что луковая муха, это ошибка, опечатка от морковной мухи спасают вот эти посадки лука. Некоторые садят, даже чередуют. Там ряд моркови, ряд лука. Я посадила по краям грядки, можно посадить вдоль дорожки. Можно сделать маленькую-маленькую, где-то миниатюрную грядочку, мини-грядочку. И сделать ее. Потому что сейчас рано, мы садим небольшое количество. С тем учетом, чтобы мы ее успели скушать за лето. Поздние сорта мы садим только в мае. В мае, а в северных регионах, даже в начале июня можно посадить поздние сорта. Их убирать можно очень поздно, они выдерживают кратковременные заморозки осенние. Так что для хранения на зиму не торопитесь садить редиску. Будете садить ее намного-много позже. Я буду, когда свою садить, я сниму еще один видео урок и покажу вам все. Все, вот этот маленький, коротенький видео урок я сняла специально для того, чтобы вы поняли, какой именно сорт и как он отличается для весеннего и для летнего посева, который на зимнее хранение. Пожалуйста, смотрите внимательно технические характеристики моркови. Потому что если вы посеете осеннюю морковь, это будет, ну как, все будет на сморку. Она так рано, как хотелось бы, как планировалось, у вас не выйдет. Все, до свидания. Всем хороших посевов, урожаев.